и снова всем здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала семёныч как видно из видео что мы сегодня с вами будем кулинарничать а готовить мы будем с вами рыбные консервы автоклавия как сказал я уже в крайнем видео кто смотрел когда проверял котистки и мордушки это были могут таких вот мясистых ротанчиков конечно не в таком количестве их было чуть больше сюда пошли самые такие отборные вот и я вам пообещал что есть у меня задумка попробовать эту рыбку ротана еще в одном блюде и это блюдо я решил сделать рыбные консервы отобрал как я уже сказал самых таких больших мясистых и также рыба будет у нас еще одна это щука то же самое видео на канале есть как я и добывал на хапуге кому будет интересно зайдите посмотрите и не пожалеете будет я думаю интересно для вас консервы у нас они как обычные я их уже очень много раз сделал самый обычный рецепт будем делать в автоклаве как я уже сказал для приготовления консерв нам с вами понадобится это перец черный горошком также лавровый лист соль подсолнечное масло сама рыба ну и в принципе все то как я ее чистил эту грязную слизистую работу я вам не стал показать все я думаю умеют это дело делать сейчас берем нашу рыбку и начинаем нарезать на порционные кусочки можно рыбу в баночку поставить в баночке у нас кстати с вами будут такие вот полулитровые самый такой оптимальный вариант когда его можно будет взять хоть на охоту хоть на рыбалку хоть на ужин хоть на обед хоть куда в общем мне большинку баночку взял распечатал покушал и вполне достаточно я раньше конечно и в литровых делал все зависит от какой компании ну здесь лично для меня самый оптимальный вариант вот она примерно 12 сантиметров у здесь вот поэтому будем делать с вами порционные кусочки где-то по два с половиной по три сантиметра сейчас с вами нарезаем и в таком же духе продолжаем полностью всю рыбку вот так вот нарезать щуку мы с вами разделили на порционные кусочки сейчас тоже самое делаем только с ротаном когда я его чистил скажу я вам вот если взять ту же щуку да там окунь или судака где-то примерно 30 процентов уходит на отходы вот эту же рыбу начала когда полностью обрабатывать все дело у нее по моему 50 на 50 процентов это точно что 50 процентов отходов и 50 процентов не непосредственно продукта если даже не 60 процентов отходов вот от этой рыбы так что здесь маленечко на и невыгодная по большому счету но то же самое делим ее на порционные кусочки два с половиной три сантиметра нарезали мы с вами порционные кусочки такие вот получились отставляем их в сторону и сейчас беремся за тару который будем консервировать это вот полулитровые баночки в каждую полулитровую баночку добавляем по три горошинки перца черного также добавляем лавровый лист лавровый лист здесь у нас попался хороший такой среднего размера небольшой и не маленький поэтому по одной лаврушечки также кидаем но здесь по идее по рецепту необходимо еще добавить нам душистого перца но я этого делать не буду так как я не знаю в течение какого времени я эту консерву скушаю может быть она через полгода может быть раньше так как у нас еще старые запасы не съедены вот но душистый перец душистый перец дает своего рода такой вкус хороший если консерву скушать в течение там недели ну месяца может полутора самое большое она как раз нормальная будет вкусовые качества но если этот душистый перец простоит полгода и больше кому-то нравится этот вкус кому-то нет нам лично такой вкус не нравится поэтому мы делаем так чисто добавляем вот этого перчика и все вот так же многие вот этот продукт нарезав в одной емкости начинают солить там перчите еще что-либо делать я этого не делаю никогда я отдельно в каждую емкость накладываю соль и я буду уверен в том что у меня каждая баночка просолена как ей положено в общем как то так продолжаем начинять перцем и лаврушкой все остальные баночки затем вооружившись вот такими вот инструментами берем баночку емкость нашу и начинаем помаленечку складывать наши порционные кусочки некоторые то же самое хочу сказать что просто берут и так вот складывать сколько влезет столько влезет но мы в целях экономии места все аккуратненько раскладываем нам торопиться некуда делаем мы это все тщательно так вот и трамбовать трамбовать то же самое рыбу не нужно сейчас накладем примерно покажу его дальше продолжим уже без вас я думаю это будет понятно посмотрим какой наш ротанчик будет в рыбных консервах жареной и в котлетах показал себя с положительной стороны как я уже вперед говорил у него только внешний вид отпугивает ну а так его тоже раньше вообще не ел а так вполне нормальная рыба ну вот примерно как-то так вот должно получиться все у нас места практически забиты все нормально отставляем сторонку чтобы потом посолить и добавить растительного масла как раз вот в эти вот места она прольется везде и всюду а если его натрамбовать то соответственно уже прольется но не так пропитается ну все точно в таком же духе продолжаем делать с ротаном и затем переключаемся на нашу щуку вот такая вот красота у нас с вами получилась из 12 баночек у нас в общем 4 баночки с ротанами и 8 баночек с щукой сейчас мы эти баночки будем с вами солить берем вот такую вот соль обычная без добавок пищевая каменная молотая и с помощью вот таких вот совдеповских весов на которых мы раньше с папой вывешивали порох и дров для того чтобы патроны заряжать мерки делали мы на ней сейчас будем с вами вывешивать 7 грамм соли на 0,5 баночку так как я делаю это не в первый раз по инструкции по рецепту вообще на 0,5 баночку делается 5 грамм соли но так как мы знаем что она будет храниться долго мы делаем на 2 грамма больше то есть 7 грамм проверено годами никто ничего не жаловался кого угощал где ели кто-то делает то же самое на глаз вот так вот берет ложку чайную и высыпает но я так не делаю пускай это будет долго но как я уже сказал мне торопиться некуда вот видите оказывается уже бы была пересоленая а так будет самый раз все достаточно берем баночку и высыпаем и то же самое делаем абсолютно со всей остальной рыбкой после того как мы равномерно наши баночки посолили сейчас будем добавлять растительного масла ну к этому вопросу я тоже отношусь скоропулезно как в аптеке приобрел такие вот весы вот минус 92 грамма обнулили мы их и сейчас мы будем добавлять 15 грамм миллилитров растительного масла но так как мы знаем что кашу маслом не испортить я добавляю немного больше так как сейчас пока будем выливать масло маслица немного останется на стенках рюмочки и и поэтому я добавляю 20 миллилитров грамм ли и так в каждую баночку 18 получилось но ничего страшного как видим что в баночках после того как мы залили масло нигде его не осталось то есть масло с между кусочками ушло в самый низ и это означает очень хорошо после чего нам необходимо баночки закрыть крышками для консервирования в данном случае они вот такие вот у нас но перед консервированием нам необходимо наши крышечки простерилизовать некоторые этого не делают и зададут вопрос зачем это делать у нас автоклав стерилизатор он так все про стерилизует но во первых после завода мы не знаем что с ними делали это во первых и во вторых вот здесь вот расположены у нас эти резиночки и стерилизация эти резиночки после стерилизации размякнут тем самым в общем наливаем воды чтобы скрылись крышечки после чего ставим на открытый огонь или на плитку даем водички закипеть после закипания ровно одна минута приступаем закипели наши крышечки прошла у нас минута аккуратненько берем и переносим на стол и сейчас мы будем закатывать наши баночки берем первую баночку аккуратно не обжечься чтобы крышечку вот такую машинку проверенная которая временем и аккуратненько закручиваем когда дошли до конца я делаю еще три результативных круга после чего раскручиваем обратно затем беру и вот так вот проверяю чтобы машинка сразу если она не закатала крышка будет шевелиться крышка в данном случае не шевелится отставляем баночку в сторону и приступаем к закатке других банок и так уважаемые зрители закатали мы с вами все баночки крышечками все нормально теперь берем кассеты от автоклава и раскладываем их здесь вот в таком порядке у нас автоклав будет заполнен на сто процентов он меня небольшой так здесь желательно баночка над баночкой чтобы лучше прижималась друг другу и закручиваем закручивая не до конца чтобы когда опуская в автоклав баночка может где-то что-то какая-то пододвинулась после того как я опущу в автоклав его кассету эту полностью уже закручу как и сказано в конструкции от руки так хорош я думаю автоклав у меня называется домашний погребок покупал его 2015 году до сих пор служит верой и правдой все хорошо он видите баночки клоп подвинулись если что так и здесь от руки затягиваем без всяких ключей а по теперь необходимо нам налить воды ровно вот я наливаю полтора два сантиметра выше вот этой вот кассеты то есть вот наравне с гаечкой нальем час воды и все для того чтобы процесс у нас быстрее пошел я наливаю воды слегка теплую не холодно слегка теплую вот как видим сколько мы налили водички сейчас закрываем крышкой крышку конечно закрутку сломал уже накулибничал сам ну я думаю достаточно и все сейчас устанавливаем на газ и аккуратненько устанавливаем так давление хорошо видать это тоже хорошо видать датчик температуры зажигаем газ и теперь ждем пока у нас температура вот не достигнет 115 градусов после чего мы засекаем время 20 минут и 20 минут она у нас будет стерилизоваться но на самом деле она вообще этот процесс очень долгий ну самая основная работа у нас с вами выполнена многие в общем писали мне в комментариях что необходимо немножко воды наливать и на пару чтобы она варилась стерилизовалась но я придерживаюсь руководство по эксплуатации данного автоклава как там написано так я и делаю так что как то так ну все ждем ну что уважаемые зрители вот у нас температура 115 градусов подходит избыточный клапану слегонца шевелится как видим время у нас 1704 вот так оставили мы три часа и того два часа вот она у нас закипала давление у нас 08 единички как и положено все вот с этого момента сейчас убавляем слегка газ и она у нас начинает стерилизоваться засекаем время так вот в общем 1705 в 25 минут мы с вами отключим автоклав следим за температурой и за давлением одновременно пролетели наши 20 минут избыточный клапан так и свистит температура у нас 115 давление 08 ну вот и все стерилизация завершена отключаем газ и как слышим боли все-таки идут и будут они идти примерно около часа еще так как сосуд у нас находится под давлением избыточный клапан и так вот ни в коем случае делать не надо в избежание того что можно обжечься ошпариться теперь автоклав остается у нас на газовой плите ровно до тех пор пока у нас стрелка не пройдет 180 градусов и не будет на 40 градусов меньше можно больше нельзя то есть пока у нас не остынет это примерно где-то 5-6 часов то есть 5-6 часов еще наши консерв очки будут с вами томится как-то так ждем завтрашнего дня 23 38 прошло уже 6 часов а температура наша опустилась только чуть меньше 60 градусов как я вам и говорил настало утро завтрашнего дня по температуре у нас 33 градуса где-то и мы сейчас будем доставать наши консерв очки смотреть что из них получилось отец отец вот такая красота у нас получилось с вами но это еще у нас не последние теперь берем и составляем баночки вот так вот к верху дном вот в таком положении теперь отправляем наши баночки на 12 часов в какой прохладное место но я их вынесу на веранду у меня там и не жарко и не холодно такая приемлемая температура а для чего мы это делаем для того чтобы полностью пропитались обратно в обратном направлении все содержимое баночки ну и чтобы здесь принципе как видите она впуклая ну некоторые есть баночки где нет как-то все они ну чтобы крышечки обратно вот допустим вот видите она как бы как бы маленечко сбухла потом будем смотреть она когда остынет вогнется ну и все после 12 часов будем с вами дегустировать данные консервы ну и в итоге уважаемые зрители получился он у нас вот такой вот кулинарный шедевр такая вот красота которую мы вместе с вами сейчас будем дегустировать одну баночку я уже вывалил саратаном и сейчас посмотрим а его вкусовых качествах ну и в свойствах как он ведет себя в этом блюде ну что уважаемые зрители если взять по консистенции по структуре вот кусочек допустим до берем мы вполне достойно себя держит не разваливается вот его мы наверное и попробуем сейчас ну что вам сказать по соли нормально как должно быть на вкусу рыбы все жуки все таки же есть конечно рядом щука и оконим рядом не стояла надо как говорится рыбы пахнет вот еще давайте кусочек развалим вот то есть видите как держит форму не разваливается но чего-то все таки не хватает а вот чего нашей наливочки в общем что мы сможем сказать данную рыбу готовить можно речи нет но все таки перед окунем щукой судаком такие вот виды пород рыб не дает фору общем не зря по консервам все таки лучшие консервы получается из вот этих вот видов рыб рыб судак щука окунь это вроде как тоже хищная но как бы не то пальто пускай как говорится все таки в итоге попробовать попробовали мы ее ну пускай лучше курочки им питаются в общем всем всего доброго до новых встреч где-нибудь на природе на водоеме или в лесу ну если добыли что-нибудь будем обязательно готовить с вами до встречи на кухне всем всего доброго и до новых встреч за наше кулинарное искусство косточки тоже развалились все как положено ващеrum а ващество ващество или